Да, вроде успокоился ветер, я сел на спасательную будку, где обычно лайфгарды следят за тем, чтобы никто не утонул. И в голову пришла мысль опять, да, на подумать о том, что как бы не утонуть в жизни. Чтобы не утонуть, нужно уметь плавать. Кто придумал законы, по которым волны накатывают на берег? Кто придумал законы, по которым в жидкости по-другому тела твердые, да, ощущают себя, нежели в воздухе, нежели на поверхности? То же самое, если следовать этому банальному течению, ходу мысли. Кто придумал все законы, по которым движутся планеты, притяжение происходит на земле, отток, приток воды? Их кто-то придумал, да, соответственно, зная их или, по крайней мере, задавая вопросы, чтобы постараться понять, как они, как эти незыблемые истины, незыблемые, на чем они зиждятся, работают. Нужно, чтобы кто-то это в детстве объяснил, допустим, если ребенок спрашивает, а как дерево растет, откуда оно выросло, из семечка, отвечает отец. А откуда семечко произошло? От дерева, отвечает отец. И на этом, наверное, большинство родителей не могут дальше, да, копнуть. Ребенок, по сути, такое любопытное сознание, любопытное создание, которое постоянно спрашивает. Вот я помню себя, я спрашивал, вот моя рука, моя голова, чья моя? Вот реально, чья моя, что есть я, местоимение. А кто имеет это место? Вот кто имеет место во мне, чтобы сказать моя рука? Я говорю, я это кто? Говорю я, а рука моя. Моя, чья? Как человека нет, потому что это часть моего тела. Рука. То есть есть сознание, есть материя. Есть тело, есть душа. Дух. И такие вот глобальные вопросы, на них почему-то в школах, в университетах ответы не дают. А чтобы быть в жизни с балансированным, гармоничным, цельным, цельной личностью. Что означает цельная личность, которая может себя сама иногда отремонтировать, восстановить баланс? Нужно понимать эти законы и уметь на них отвечать, либо понимать разницу, разграничивать истину и ложь. А чтобы разграничивать истину и ложь, нужно понимать, что есть истина, что есть базовые концепты, на которых зиждется мироздание. Конституция. Если мы говорим слово конституция, конституция является ли базовым непоколебимой константой, истоком? Вряд ли. Потому что конституцию написали люди. Американскую конституцию одни люди, да? Конституцию Украины, конституцию Белоруссии, конституцию Африки написали люди, которые являлись профессионалами своего дела. Но любой профессионал может продать результат своего труда за деньги. Соответственно, это не высшая инстанция, которая идеально все делает. Всегда есть погрехи, всегда есть, всегда можно увильнуть. По сути, есть большая сила, большая энергия, которую мы должны пощупать, потрогать и для себя определить. Вот по этим законам существует наша планета. И поэтому я есть тело, я есть сознание, я есть дух, для кого как, да? И я есть кто? Могучий, великий, творящий свою судьбу, создатель, отвечающий и исправляющий какие-то нюансы. Или я есть раб, который следует и вечно поклоняется какому-то высшему, высшей иерархии, высшему классу. Кому выгодно, чтобы люди были управляемыми или чтобы люди были умными, великими и сильными? Организациям, государству, которое в подчинении малым количеством людей имеет большее количество людей. Один класс подчиняет другие классы. И отсюда вывод. Вот я очень люблю играть в шахматы, я обожаю эту игру. Я понимаю, что учитель Амангельдей Абишевич в Казахстане в шахматном клубе, когда меня обучал в шахматы, его уровень игры в шахматы был намного выше. Потому как я был ребенок, он знал все правила лучше меня. Он знал намного больше дебютов, окончаний, каких-то ловушек. Соответственно, играть с ним – это означает проиграть, потому что его компетенция в игре в шахматах со знанием правил игры в шахмат намного выше. Теперь возводите эту мысль в степень бесконечности. Если есть люди, которые придумали шахматы, в данный момент, допустим, перенесемся в прошлое, то, соответственно, с людьми, которые играют в шахматы, с одной стороны, те, кому объяснили правила, а возможно, даже не объяснили, а с другой стороны, те, кто придумал шахматы. Кто, вы думаете, будет выигрывать? Риторически, да, вопрос? Соответственно, всегда нужно понимать, вот если я приехал в Америку, здесь правила игры совершенно другие, нежели в странах СССР. Если я буду играть по правилам игры, которые существуют в странах СССР, в Казахстане, России, Украине, соответственно, я проиграю. Не изучив язык, не поняв методологию работы бизнеса, механику, мелких нюансов, нет шансов. Потому что есть мастодонты в Америке, которые играют по американским правилам с рождения, и конкурировать с ними бессмысленно. Так вот, вся эта большая тирада сегодняшняя в голове направлена к тому, что, ребят, вот в шахматы играть я никого не заставляю. Это выбор каждого. В жизнь, я считаю, жизнь – это игра. И чтобы ее играть красиво и с пониманием правил, нужно для себя определить правила. Это можно много, да, приводить сравнение, аллегории, как вообще и что. Но базисно, кто придумал для себя определить, по каким критериям шахматная развивалась модель игры, как они менялись. Ну, понять определенные вещи в жизни – это важно. И дальше не попадаться в ловушку. Потому что, как и в шахматах, если ты не знаешь правил, тебя будут постоянно накидывать в позицию, где ты проигрываешь, через ловушки, через хитрые коды, через продуманные вещи, которые люди заранее знают, обладая лучшей техникой игры. Вот просто если мы играем, ничего серьезного. Мы просто все играем в эту жизнь, все играем в эту классную игру. Мы все дети, которые растем, развиваемся. Но есть вещи, которые родители нам передают как истину, как правду, потому что они желают нам лучшего. Я могу повторить этот тезис, который в предыдущем видео уже говорил. Соответственно, истина как фундамент для каждого очевидна. Я не хочу навязывать свое мнение, я не хочу спорить. И из этой истины дальше двигаться в сторону развития событий, понимая, тут ложь, тут ловушка, тут иллюзия. А сила воли, сила, свобода, это когда ты имеешь возможность быть свободным от своих страхов. Все, что нам навязывают, это страхи. И как нами управляют? Через страхи. А посмотреть в свой страх, это означает нарушить правила игры. Посмотреть лицом в самые потаенные уголки своей души, своего сердца, своих детских переживаний. Коробочки. Выйти за пределы коробочки, разграничить. Показать, что я в ней жил, я это принимаю, вышел за нее. И тут бесконечность. Ты такой, вау, я мастодонт, я могу создавать, я создатель. На подумать, ребят, нравится делиться этими мыслями. Если бы канал не восстановил, наверное, я бы в какой-то мере потерял все это. А сейчас как дневник записываю и благодарю вас за комментарии, за то, что смотрите. Очень иногда бывает интересно это все читать и под себя прорабатывать те вещи, на которые я не могу ответить, если у меня спрашивают неудобные вопросы. Всех обнял. Благодарю за инвестицию. На связи.